Добрый день! Сегодня анбоксинг. Как видно по коробочке, это Megaminx. Не просто Megaminx, это первый магнитный Megaminx Galaxy V2M. Я для сравнения достал просто Galaxy V2 без магнитов, мой ныне основной Megaminx, и будем с ним сравнивать. Пока я открываю коробку, я расскажу, почему этот анбоксинг не совсем правильный. Как вы видите, большой коробки почтовой нет, потому что я получил этот Megaminx несколько дней назад. Из-за того, что китаец-продавец неправильно оказал мой номер телефона, посылка дней 10 пролежала в Тамбове, и получил ее только за день, накануне отъезда на чемпионат в Москве. Поэтому я собирать этим Megaminx не стал, собрал старые версии. Ну и анбоксинг снять тоже не успел. Но я его распаковал и посмотрел. Сейчас откроем его еще раз, посмотрим, что здесь есть, и я поделюсь первыми впечатлениями. Коробочка. Пластиковые такие вставки, которые удерживали Megaminx. Инструкция. Я, кстати, ее даже не открывал. Достаточно обширная. Наверное, такая же, как на обычном Гаваксе. Так, в коробочке больше ничего нет. Отложим в сторонку. Сам Megaminx. Как мы видим, логотип немного поменялся. Изначально на Гаваксе V2 был черненький, стал немножко поменьше и золотой. Ну, это как бы будет показывать, что там есть магниты. Поскольку шестерка X-Men Shadow M тоже с золотым логотипом. Внешне абсолютно идентичные Megaminx. Совершенно одинаковые. Так что, ну, в чем разница? На своем основном я поменял серый цвет на черный. И наверняка в этой коробочке будут черные пластинки. Мы их достанем чуть позже. Это тот же самый Megaminx, к которому добавили крепления под магниты и, собственно, сами магниты. Давайте посмотрим, как он крутится. Я сделал на него всего лишь несколько сборок. И толком его еще не изучал. Что можно сказать сразу? Движения, если на обычной версии не очень быстрые и легкие, то тут они, конечно, тоже быстрые. Но уже приходится прикладывать больше усилия. Ну, поскольку здесь есть магниты, это вполне очевидно. Давайте посильнее перемешаем и соберем сразу. Там уже какие-то мысли, возможно, посетят. Сейчас мне будет немного смущать серый цвет, так что не обессудьте. Ну, погнали. Ну, кстати, несмотря на то, что магниты дают о себе знать, движение вполне быстрое. Я пробовал делать в сборке на время парочку. Парочку. И, скажем так, сильно медленнее я не стал. Минус 20 примерно вот такое вот время было. Можно, конечно, и лучше, но к ним тоже надо привыкнуть, поскольку это не трешка. И здесь детальки более мелкие. Некоторые движения, которые делались там без магнитов, здесь делаются по-другому. Так, на чем мы остановились. Мы собираем элементы. Не знаю еще пока, насколько он будет актуален и обязательен к приобретению. Ну, я точно скручу на нем тысячу сборок. Возможно, на следующем чемпионате, который будет в Воронеже, если меня все устроит, я буду собирать именно этой моделью. Ну, опять же, надо хотя бы 300-400 сборок крутить и потом уже делать какие-то выводы. Пока рано. Вот я из-за серого цвета уже что-то не то сделала. Привык. Ну, и ПВЛ. Что сказать? Очень быстрый. Магниты дают такой хороший контроль, то есть грани доворачиваются четко. Видно, если мы возьмем немагнитную версию. Они тут тоже четко доворачивались. Здесь как-то еще четче. Ну, не знаю, мне пока нравится. Вот его несколько сборок я на нем сделал. Он быстрый. Он очень контролируемый. То есть, как я сказал, приходится прикладывать более серьезные усилия для поворота грани. Но немножко смазать. И он все равно летает. Скорее всего, сейчас многие будут на него переходить. Поскольку, ну, Galaxy V2 хоть и уменьшенная версия, хоть с большой неохотой я на него переходил. Но я к нему привык. То есть, на нем около 1000 сборок есть. Я к нему привык. Несмотря на то, что у меня достаточно крупные руки, уменьшенный размер не мешает собирать. Даже на прошедшем чемпионате в Москве я немного обновил свой ОВГ. Да и сингл. Конечно, не так, как дома. Но все же улучшение есть. Давайте его разберем и посмотрим, в чем же все-таки суть. Разбирается он неохотно. Ну, нет. Нормально. Все. Вот строение. Посмотрим угол и ребро. Ну, давайте для сравнения достанем пару элементов из обычного. Что и требовалось доказать. Они абсолютно одинаковые. То есть, это обычный Galaxy V2, в который добавили магниты. Интереснее будет вскрыть ребро. Так. Ну и вот. Я думаю, видно на камере. Небольшой магнитик. Магнитик очень маленький. Очень маленький. Он располагается в пазу и клей. Добавлен клей. Сначала, когда я его извлек из коробки, я думал, сейчас я быстренько поменяю серый цвет на черный и возьму его с собой и буду на нем собирать. Вдруг там каким-то образом сборок хотя бы 30-40 успеет крутить и привыкну к нему. Так. Давайте то же самое сделаем с уголком. И вот так выглядит внутреннее строение уголка. Опять же, такие же маленькие магниты. Но для чего все это уберем? Уберем. Теперь откроем вот эту маленькую коробочку. В ней такой вот пакетик. Точно такой же пакетик был в предыдущей версии Galaxy. Вот они, черные пластинки вместо серых. Ну и здесь, соответственно, некоторые изменения. То есть, вот не сами элементы с пазами. Кроме пластинок, здесь еще вот эти вот магнитики. Их здесь ровно 12. 12 на реберные элементы и 12, то есть 6 на реберные и 6 на угловые. А на центральном элементе магнитов нет. Хотя некоторые самодельные моды делают и устанавливают и на центральные элементы тоже магниты. Ну так вот, я решил, вставлю-ка я магнит и закрой. Ну естественно, они тут же все подвалились, поскольку надо фиксировать на клей. Ну а столько времени у меня перед отъездом не было. И поэтому я не стал на нем собирать. Для чего я меняю серый цвет на черный? Как некоторые знают, я знаю все формулы OLL на Megaminx. Ну естественно, со звезды и некоторые OneLook. И легче определять их, конечно, на черном цвете. Но лично для меня. Это опять же дело вкуса. Но мне больше нравится, когда черный цвет. Я долго собирал Megaminxом Feng Shou I. И никак не хотелось с него переходить на X-Men. И все из-за того, что серый цвет. Долго. В сборах 500-600 я привыкал к первой версии X-Men. Привык. Смирился с серым цветом. И он мне тогда понравился. Я перешел на X-Men. Ну а после вышла вторая версия. Опять же долго. Я переходил на вторую версию. Размер не тот. Сборок 300-400 он перетирается, чтобы стать совсем хорошим. Он и из коробки быстрый и приятный. Но сборок через 300-400 он обретает ту форму, в которой уже становится совсем хорошим. Ну а поскольку в комплекте с GFX V2 шли черные пластинки, я его полюбил. То есть недостаток основной Megaminx X-Men ушел. Бледный верхний слой. Теперь он стал ярким. Конечно, опять же, к нему надо было привыкнуть. Но я привык. И теперь уже без него не хочется. Ну и на второй версии по сравнению с первой флиппы голубков стали реже. Редко-редко они, конечно, бывают. Но значительно реже, чем на первой версии. Надеюсь, версия магнитная. Конечно, не может полностью исправить этот недостаток. Они флипаются. Но магнитики, может быть, будут дополнительно их от этого сдерживать. Как бы оценивать здесь резку углов, что-то такое. Она такая же, как на обычной версии. То есть это полностью идентичный Megaminx, за исключением пазов и магнитов. Что отличает топовый Megaminx от бюджетных? Это обратный резку углов. То есть если бюджетные Megaminx и прямую резку еще нормально держат, то обратные у них гораздо хуже идут. Топовые вот так вот срезают немного, а бюджетные начинают клинить. Это их основное отличие, которое вот мне бросается в глаза. Ну, помимо качества пластика и всего прочего. У Galaxy V2 с этим хорошо. Все хорошо. Да, и скорее всего я на него перейду. Как только приведу в нужный вид. Ну, опять же, откручу достаточное количество сборок. Тут первый магнитный Megaminx с золотым логотипом. Я думаю, сейчас и другие фирмы будут выпускать. Тоже магнитные версии своих Megaminx. Я, наверное, разорюсь их покупать, но куда деваться. Люблю я Megaminx. Как бы я уже давно видел на ютубе, один товарищ замагнитил Шангшоу Первый. И был рад. Я сомневаюсь, что Шангшоу выпустит именно Первый магнитный. Возможно, какую-то новую модель. И уже в цветном пластике они сделают с магнитами. Megaminx хороший. Он не хуже этой модели без магнитов. Не знаю, панацея ли магниты или нет. Это, опять же, дело вкуса. Он был хорош и без магнитов. Но с магнитами, я думаю, не станет хуже. Это такой вот первый взгляд на Megaminx Galaxy V2M. Собирайте Megaminx. Всем спасибо. Всем пока.